Смотри, вот интересно, твое состояние, например, за день до своего боя и твое состояние за день до боя твоего брата, в чем разница? Разница в том, что нервничаю, конечно, потому что как-никак родная кровь, Флойд, брат, понял, больше, чем за него, я не знаю, за кого я могу даже подумать, переживать. Конечно, за всех переживаю, но больше всего за своего родного брата. Отличия, не знаю, одинаковые отличия, я так же переживал бы, если бы я дрался бы. Я сейчас тоже, таких сильных волнений нет, у Раслана очень хорошо тренировался, он сделал кисловодский сбор, сделал в Дубае хороший, прилетел здесь, здесь сделал очень хороший спарринг, тренировался, пахал. Вот это придает мне спокойствие, и сдерживаю свои эмоции, знаешь, как так. Плохо, как ты думаешь, что Хабиба не будет сейчас на этом поединке? По сути, самый важный поединок для Усмана за последние годы, он, как правило, был, сейчас не получается. Это самый важный бой за всю его карьеру, сюжет к этому шел. Знаешь, как, мы предполагаем, что у Всевышнего есть предопределение, в которое мы должны уверовать, и имеем то, что есть, как бы, не получилось. Он ждет визу, если бы не так, Хабиба обязательно бы присутствовал, миллиард процентов. И Хабибу самому тоже очень тяжело находиться очень далеко, и такой бой. Знаешь, независимо от этого, мы постараемся полететь домой, шаллазы, с поясом. И мы уже дома повесим на него еще один пояс, и у нас в зале будет два легких веса. Ну, два одних самых таких престижных организаций, и весь тоже очень престижный, 70 килограмм. Большая часть планеты подходит именно под эту весовую категорию, и поэтому это будет для нас очень символично. Вот когда Абдулманаб Магомедович был жив, когда он находился далеко, например, от Хабиба, я помню, что он, знаешь, там записывал, например, голосовые или сообщения отправлял, типа, с указаниями, что делать, там, поешь, вот, сток это, поешь это, поешь что. А Хабиб сейчас делает, вот, что-то такое? Вы точно можете быть уверены в том, что Хабиб абсолютно копия своего отца. Да, и он, дядя Манаб-то, нас уже так сильно не гонял, а Хабиб нам тоже говорит, эй, кто там не дерется, у кого не на особо бои, делайте по две тренировки, выкладывайте, сделайте объем работы, не пропускайте, там, каждая тренировка очень важна. В этом плане, Хабиб, знаешь, как, даже, он даже требовательнее, чем был дядя Манаб, и он тоже точно копия своего отца, 100%. Ну, вы сейчас в Икеа, например, тренировались, ну, грубо говоря, под его там присмотром, а это как-то расслабляет, ну, я не знаю. 100% это легче, чем когда он есть, потому что у него эти упражнения дополнительные не заканчиваются. А так, знаешь, как, ну, я захожу в клетку, я дерюсь там, и поэтому есть осознание этого, что туда не будет Хабиб выходить. И отдаемся полностью на тренировках, потому что ты выступишь так, как ты тренировался. То, что ты делал на спаррингах, ты сделаешь в клетке. Больше этого ты, там, стукнись об землю, я не знаю, что хочешь сделать, ты не сможешь показать, ты просто на это будешь не способен. Поэтому мы тренируемся, выкладываемся, независимо от того, как смотрит он, не смотрит, рядом, не рядом. Но когда он рядом, мы, если 100% делаем, мы 150, вот дополнительно обязательно бывают. Работа с Хабибом, это вообще 100% там будет больше работы. Ну, для меня тяжело с ним, например, вот с ним бороться, с Хабибом самим, потому что он крупче меня. Ну, он мне дает пробариваться, там, какие-то моменты, какие-то позиции занимает, учит, показывает. Но все равно для меня тяжелое, вот одно из самых тяжелых этих, скажем так, упражнений или там занятий, это вот грэплинг. И не только с ним, с Исламом Махачевым, с Мамейдом, там, с Хайджи. Они крупнее, чем я. И тяжело не отдавать им болевые, особенно, когда они тебе будут за столом, когда все сидят, кофе и там. А я сегодня Мару три болевых сделаю, там, подшутить могут. И стараешься мне отдать как-то, противостоять этому. Ты у себя так выступал с репликой по поводу Шона Умеля, что, типа, блин, что он делает на первом месте, когда там столько хищников, которые его съесть готовы, ну, там, что-то в этом роде было. Но, по сути же, вот Шона Умеля сейчас победил Петро Яна. А ты, я так понимаю, вообще в корне, да, не согласен с решением в этом бою? Я смотрел бой в прямом эфире, и то, что я видел, что Петро Яна выиграл. Не знаю, пересматривал, говорит, Шон, нужно пересмотреть, мне тоже, может, там, что-то есть. Но, знаешь как, тот же, например, возьмем Марлона Вера. Он его два боя назад побил. Он ногу сломал, получается? Не сломал, он его нервы зашимел, но он же проиграл. Он проиграл, и как он может обойти того, кто его в угол? Поэтому, ну, я не считаю, что это человек номер один в этом месте. Поверни, он далеко не номер один, сто процентов. Просто, знаешь, а есть такое же, может, ощущение, что его внешний вид, он немножко, как сказать, ну, расслабляет или, я не знаю, помогает его недооценивать, потому что... Ну, а кто ждал, что он, в принципе, с Петром Яном проведет вот такой бой, который провел? Ты ожидал вот такого? Я не ожидал, я был очень удивлен. Я отдаю ему заслуженное, потому что, знаешь как, он заслужил уважение. Он очень себя крепко показал. Я думал, Петр его вообще уничтожил. Может, Петр сбавил, может, тот, может, еще больше пахал. Но Петра точно не был таким, какой он был в Санкт-Хейгене, это сто процентов. И... Ну, на самом деле, как будто расслабляет. Боже, вот. Посмотришь на него, да, и думаешь? Да, думаешь, такой слабенький, а он выходит в хорошие бои закатывает. Еще знаешь, какой момент, просто вот о Петре судит вот так. Может, он думал, что он делает ровно столько, сколько надо для этой победы. И не прикладывал больше усилий, а у него был запас. Поэтому говорит о Петре тоже несправедливо, что он сбавил. Может, он просто думал, я выигрываю этот бой, что мне здесь доказывать. Но, знаешь как, на самом деле Петр это один из самых крепких, я считаю, Бантом Вейтой вообще в мире. Один из самых крепких. И... Не знаю. Очень крепкий пацан такой. Ты свои, так скажем, да, свою перспективу на вот ближайший год. Если, например, в феврале бой в Австралии, как бы ты вот в идеале, знаешь, хотел завершить 2023? 2023 у меня пройдет очень хорошо, если я смогу три боя сделать. А то я на четыре было у меня. На строй на четыре боя было, а в 22-м я только два сделал. Поэтому хотя бы три, если я смогу сделать, будет прекрасно. Надеюсь, что... Ну, у меня, знаешь как... Я надеюсь, что я смогу подраться в феврале с Петром Мунизом. В июле, в июне я смогу подраться с кем-нибудь другим из топов. И подраться в Абу-Даби в октябре было бы очень хорошо. И я сделал бы три боя. Я думаю, если я побью, если я поделюсь со всей тобой топом, из топ-10, топ-15, я думаю, я уже буду в шаге от титула.